В период сезонного обострения респираторных заболеваний, а также в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, медики района напоминают о вакцинации против гриппа. Главная цель этого мероприятия – защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции от эпидемии гриппа. В группы рисков входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, также кто страдает хроническими заболеваниями, и особенно люди с иммунодефицитными состояниями. Как и где проходит вакцинация от гриппа в районе, нам рассказала помощник врача-эпидемиолога Кашхабльской ЦРБ Ирина Ступникова. В конце августа поступила вакцина для вакцинации против гриппа. Поступила вакцина СОВИГРИП, это взрослых мы прививали, и вакцина УЛЬТРИКСКВАДРИТ. Она четырехкомпонентная, без консерванта, поэтому прививали в основном детей. И группы риска хронических больных четырехкомпонентной вакциной. Вакцины против гриппа не предотвращают от заражения, но способствуют тому, что у людей не будут развиваться тяжелые осложнения и смертельные случаи. Подлежат вакцинации против гриппа по национальному календарю прививок люди, в первую очередь, из группы риска. Это те люди, которые имеют контакт с большим количеством людей, работники медицинских организаций, работники образования, лица старше 60 лет, хронические больные, призывники, студенты, беременные, имеющие хронические заболевания, и дети с 6 месяцев до 7 лет и школьники. Всю вакцину, полученную в августе-сентябре месяце, мы привили населению нашего района. Теперь же у нас в больнице имеется вакцина Савигрипп для взрослых. Она трехкомпонентная, и в ее состав входит иммуномодулятор Савидон, который способствует тому, что у людей выработается устойчивость и к другим острым респираторным вирусным инфекциям. В ближайшее время поступит вакцина Савигрипп для детей. У нас осталось всего населения привито на сегодняшний день 41,2%. Кто еще не успел привиться, пожалуйста, поспешите. Это поможет вам спокойно перенести, прожить сезонный период. Тем более, должны еще прививаться люди, перенесшие ковид, потому что они будут более тяжело переносить грипп. Поэтому прививайтесь, обращайтесь в поликлинику Кашхабльскую на ФАПы и врачебные амбулатории.